Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас начинается выпуск немножко в нетипичной обстановке, потому что это одно из немногих мест, в котором можно что-то подснять и в тишине, а плюс-минус. Начать сегодня, наверное, хочу с частого вопроса, который мне сейчас на стримах прилетает. Видите, так что там по 7000 серии-то? Уже как минимум год прошел, и как бы вот, что, покупать, не покупать, хороши, нехороши. Вы знаете мое отношение к продукции компании Amude, мне данные карты в принципе не нравятся, вот по умолчанию. Но давайте сегодня будем более рассудительными, чтобы понять, ну, как бы это стоит того или не стоит. Это, кстати говоря, сейчас 7900 XTX у меня в руках, которая как раз одна из, которая сейчас находится на ремонте. И тут действительно спустя время можно кое-что сказать. В далеких-далеких годах, еще в период майнинга, я снимал видеоролик, в котором говорил, по какой причине я не беру видеокарточки уровня век 56-64 и Radeon 7 в ремонт, потому что основная их проблема была, видеопамять распаяна на одной подложке с кристаллом, то есть такая чиплетная структура, и в случае выхода из строя хотя бы одного чипа видеопамяти, собственно, все, ГГМ, вам нужен новый видак, а найти их не представлялось возможным в нужном количестве, да и по адекватной цене. И это, опять же, та мысль, с которой я всегда захожу в плане советов видеокарт. То есть я, в первую очередь, ремонтник, и я понимаю, что в случае непредвиденных обстоятельств, даже если там у вас есть гарантия, они иногда по ней могут завернуть, вам захочет карточку починить, а не покупать за фулл прайс новую. Ну это же, типа, очевидно. Давайте сегодня как раз с точки зрения вот этой вот всей философии и статистики поговорим, потому что именно на нее я опираюсь, когда говорю, что 5000-я серия о муде говно, когда 6000-я серия о муде говно, это вот все как раз про мою статистику личную. Но в том числе у меня есть знакомые во всевозможных авторизациях, которых я так или иначе в разговоре спрашиваю иногда, а что, как у вас-то там вообще по этим картам? И они тоже сообщают мне плюс-минус часто одинаковую картину, которая у меня происходит. По 7000-й на самом деле все неоднозначно, потому что это не такой массовый продукт, как были 6000-я видеокарты, как ни странно, по той причине, что 6000-я серия, ну, наряду с 5000-й, ну, в меньшем, наверное, порядке пришлись как раз на бум майнинга, то есть майнеры выгребали все карты, которые могли, и 6000-я как раз-таки вот попала в нужное время. Соответственно, их больше в количественном эквиваленте при сопутствующем, так скажем, ну, соответствующем процентовке брака шло в том числе в ремонт и камне, потому что частенько эти карты покупались в Китае без гарантии, соответственно, отправить карту по гарантии из РФ в Китай обратно, ну, часто стоит просто очень дорого, и проще ее на месте попробовать починить. А когда ты начинаешь с ней уже связываться и пытаешься ее починить, оказывается, что там сдох видак, потому что в РМ, еще раз говорю, сама доска, исполнение и прочее, все с этим в порядке. Вот крайне редкий случай прогаров, допустим, в 6000-й серии AMD, по крайней мере. Поэтому в какой-то момент, да, я перестал это советовать, потому что, ну, а что с этим сделать-то? Это просто труп. То есть, все, вы покупаете такую карточку с Китая, если вдруг она сдыхает, все, гг, ну, что с ней сделать? БУшный видак искать, который неизвестен в каком состоянии, у каких-нибудь перекупов, ну, это такая себе, на самом деле, история. О чем уж здесь говорить, если мы берем как раз-таки 7000-ю серию? Здесь, вот как мне казалось, изначально, по крайней мере, квитэссенция всех проблем AMD. То есть, это кривой ГПУ, достаточно массивный, согласитесь, плюс еще чиплетная компоновка в плане кэша, который здесь находится и в случае, как бы, понимаешь, отлет хотя бы одного чипчика, то ГПУ приходит в негодность. Где его брать? До сих пор их нигде нет. Но справедливости ради, опять же, либо из-за количественного эквивалента, либо уж из-за качественного, не знаю, тут нужно подчеркнуть. Эти карточки сейчас действительно, ну, у меня еще не было ни одной 7000-й карты с мертвым видаком. Причем в авторизе, который со мной как раз-таки сотрудничает, я тоже спрашиваю, они говорят, да, типа, не особо частая проблема, типа, там, по мелочи что-то вздыхает, поэтому карточки, как правило, ремонтопригодны. Да, и более того скажу, что проблем, которые есть у данной карты, в принципе, нерешенных тоже здесь еще достаточно. Но, во-первых, как я уже и заикнулся, это кривые видаки. И вот как раз-таки мы сейчас с Артемом сидели, это все дело обсуждали. Ходспот в, там, допустим, сотку, это реально порой даже норма до сих пор. Хотя, вы помните, на старте это прям супер обсуждаемая была новость. Термоинтерфейсы, к сожалению, не особо сильно пофиксили в плане термопаст, то есть фазовый переход не все производители наносят, это дает свои плоды. И в результате получается, что у вас дельт-ходспот и основной температуры реально там 20-25 градусов, это норма, с чего на NVIDIA, допустим, ну, крайне редко можно встретить. Опять же, все фиксится с заменой термухи. А здесь даже порой с заменой термухи это не фиксится. То есть настолько все кривое, и кривой охлад, и кривое GPU, короче, я думаю, смысл понятен. В остальном же, ну, опять же, у нас было, наверное, в пределах 10 видеокарт за все вот это вот время, за весь год. Именно если мы говорим о симметричном семействе, вот именно топов 7900XTX и так далее. И там единственное, наверное, замечание, самый часто встречаемый дефект в этих вот случаях у всех был, знаете какой? Ну, именно тот, который сейчас на этой карточке в том числе. Можно здесь наблюдать, сейчас 4 чипа памяти здесь выпаяны уже, потому что карточку перевозили в системнике, и, разумеется, когда она у вас стоит и держит вот так записи экспресс-слот, ее тряхнули, и, собственно, у вас отлет произошел. Причем здесь отлет такого уровня, я, кстати, на основной канал снимал подобный ремонт же, что чипак прогорел вообще нафиг. То есть он лопнул, еще и там задымился условно. И будем надеяться, что GPU при этом при таких приколах выжил, что туда никуда ничего не попало, не стрельнуло, так сказать. По итогу, давайте с вами уже эту долгую дискуссию, демагогию подведем. VRM достойный, доски нормальные, память здесь, как правило, сейчас либо Hynix, либо Samsung новая, опять же, поколение, тут конкретно сейчас SC20 стоит, которая не так распространена, и тоже с ней какой-то проблемы я не заметил. Проблема только одна в том, что GPU нигде нету, но, с другой стороны, и выходят они не так часто из строя, что дает некоторую надежду на то, что можно купить и не париться, особенно если вы покупаете на гарантии. Так что, надеюсь, этот вопрос мы с вами закрыли, и теперь вы что-то допоняли. Опять же, я опираюсь только на собственную статистику того, что ко мне приходит. И здесь именно сейчас главная проблема в количественном именно эквиваленте, сколько вообще их поступает. Но еще раз, ни одного дохлого ведока за год не было. То есть, все это повреждение текстолита, проблемы по питанию, то есть, либо переобслуживание максимум, то есть, вот тут все. Так что, как бы мне не нравились видеокарты от Amude, но стоит признать, что 7000, по крайней мере, пока держится молодцом. Посмотрим, что будет дальше. Если что-то изменится, я, безусловно, вам сообщу. Саня, достаточно много комментариев, куда же пропал мистер Александр. И вот, собственно, люди интересуются. А ты, может быть, сейчас заодно что-нибудь расскажешь, что ты до сих пор здесь в случае чего. Никуда не пропадал. Я здесь, зашла к нам ЦМП-50 очередная. У нас уже довольно много было карт именно с похожими проблемами. Данная карта не определяется в Риге, но это не столь важно, потому что основная проблема этих карт в том, что они все гнилые. Гнилые прям равномерно по всему текстолиту. И количество компонентов, которые надо по-хорошему менять, просто превышает все разумные пределы. Здесь конкретно, если так смотреть на камеру, кажется, что вроде все не так страшно, но если микроскоп переместится, то все намного хуже. Чаще всего страдает область как раз вот с этой стороны, так как бэкплейта нет. И, видимо, карты в Китае где-то в влажных помещениях работают. Здесь все нахрен сгнивает. А здесь у нас и обвязка шим-контроллера питания памяти, и шим основных питаний ядер. Тут также что-то очень интересное. С торца вот тут все подгнивало. С обратной стороны вокруг монитора у нас обвязочка подгнивала. И, в целом, если по карте смотреть, то равномерно, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, у нас присутствуют гнилые компоненты. Проблема этих карт, что даже у этой конкретно заявленный дефект, что она не определяется в риге, если там восстановить, условно, ну там, может быть, с бафресетом проблемы, еще с какой-то фигней, потому что тут еще и контёр бахнул на входе, может быть, питания не хватает, либо логика там отсутствует, если даже это все восстановить. Проблема этих карт в том, что из-за гнили они довольно через непродолженное время опять выходит из строя, а, соответственно, это гарантийные моменты. И, собственно, чтобы починить хорошо, надо менять все гнилые компоненты, а это по количеству весьма их изрядное. Но это еще выглядит не так плохо. Тут есть еще одна. Вот очередной пример, да, точно такая же карта. На двух вертушках они идут, еще на трех вертушках тоже гнилые бывают. И тут более наглядно в ком-то состоянии они все прибывают. Вот это вот, конечно, все сбило. Здесь в торце. Да, там прям вообще капец. Все это весьма печально, потому что, чтобы нормально отремонтировать такую карту, это надо все менять, все компоненты, прозванивать дороги, что они не отгнили. И, собственно, по времени на это можно убить и пару недель. А карты не особо-то дорогие. И как раз главная проблема в том, что перекупы из Китая их за бесценок покупают и перепродают на Авито уже за 13-14 тысяч. Люди покупают эти карты, они там какое-то время работают и потом отклебывают, в лучшем случае, либо сразу отклебывают. К нам уже обращались и продавцы данных видеокарт. И покупатели уже. И покупатели, и продавцы, да. То есть есть какой-то пул этих видеокарт, которые прям гнилые. Их целесообразность ремонта около нулевая. Есть продавцы, у которых они прям много идут, с ними все окей. Там если выходят из строя чипы памяти, еще какие-то мелкие проблемы, они, в принципе, в цену карты в ремонт укладываются, рентабельность имеет смысл какой-то. Вот с такими экземплярами тут даже непонятно, что предлагать, потому что, ну, сделать хорошо, надо менять все компоненты, это по цене выйдет в эту карту. Делать плохо, ну, она опять отвалится, человек будет на негативе, и, собственно, все будут недовольны. Потом делать за бесплатно хорошо. Да, да, да. По итогу, да, это такой небольшой, может быть, совет, в том числе тем, кто покупает данные карточки, что уже и в майнерских пабликах, и много где уже прослеживалась инфа, что эти карты вот именно в таком состоянии приходят. И, вау, люди частенько удивлены, как же это так получилось. И по факту, опять же, ну, это лом, и который хорошенько в РФ сейчас скидывают. И, ну, наши рекомендации просто их не брать. Во-первых, потому что их починить в случае чего, ну, достаточно проблематично. Либо, как вот у нас последняя карта приходит, да, вот в таком состоянии гнилья, мы просто на них смотрим и отдаем без ремонта. Потому что называть человеку, там, ремонт, скажем, даже в 8-10 тысяч рублей за перекидывание вообще всех гнилых компонентов, а их реально там целая россыпь, ну, это уже просто неинтересно, а делать дешевле, там, ты реально улетаешь по времени очень сильно на восстановление всего этого дела. Поэтому, ребята, просто будьте бдительны и знайте, что может вам прийти под видом вот такой вот ЦМПшки. Что это такое? Ну, типа, твои варианты, как говорится, озвучь. Вот как ты думаешь, что это такое? Ультрафиолетовый фонарь. Нет, блядь, гений, 5 баллов Гриффиндору. Внимание. Что это за... Ты видишь, что это? Кто-то очень любит свой Хасси. Кто-то очень любит. Мне кажется, просто АСЦ его было. Филипп, в принципе, как нас заслали. Сука. Сейчас снимают вид вас. Блядь. Вот, ну, за шо? Это Хасси. Видишь, там все ультрафиолет светится. Так. На камере все светится, что ли? Ну, тоже... Не, ну не все, а ну да. Ну и видно, да? Да, вот такой вот... Этот ноутбук явно видел больше, чем обычно. Теплопроводящий интерфейс. Да, новое, видимо, термпрокладок тестировали. Антон, у меня к тебе вопрос. Каким образом у нас в сервисе до сих пор появляются 1080 Ti, ведь мы их не берем? Каюсь. Я вот искренне сожалею, я был грешен. Я до сих пор принимаю... Ребята вот против, очень сильно против о том, чтобы я брал эти видеокарты. Но вот хочется. Вот я вижу эту старушку, и у меня прям сильное желание ей помочь. Понимаешь? Ты же вот, когда, не знаю, дорогу переходишь, видишь, старушка стоит. Ну, не может она дорогу перейти, ты же ей поможешь. Понимаешь, что это перевод старушки через дорогу в ад? Ну, в общем, пришел человек, говорит, покупал видеокарту у человека, который покупал видеокарту у другого человека. И говорит, возможно, там есть жидкий металл. Но я не уверен. Я никогда не скрывал, не смотрел. Я вот ее вскрыл, и, ну вот, как видно, жидкий металл, он есть. И он съел медный радиатор. Самое удивительное, что прокладки родные еще. То есть ее просто вскрыли, чтобы жидкий металл нанести. И здесь, пожалуй, сейчас пара моментов, что мы все-таки не берем такие видеокарты на обслуживание. А когда их берет Антон, он сразу 10 раз клиенту говорит, она может сдохнуть у нас на руках. То есть будьте готовы. Причем буквально 10 раз. Да, 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 да. По итогу просто это, наверное, поучительная история про то, что, во-первых, жидкий металл и медное основание это не самые лучшие друзья, раз. Второе, что даже жидкий металл в данном случае, ну, понятно, с медным основанием все-таки, да, но не спасает от ужаривания контроллера памяти, особенно на 10-й линейке. Я даже, если честно, немножко удивлен, что эта карта жива и что она что-то еще может. Ну, карта, где тоже. Да, разумеется, мы сейчас будем это все дело немножечко дремелить, дремелить. Короче, зачищать, я думаю, вы поняли. Дабы, ну, освежить основание, но не снять его там прям на максимум. И чтобы охлад у нас работал нормально. Ну и фазу переход, разумеется, сейчас все это накинем. Вот как это примерно происходит. Такие моменты, так как прокладки будут тоже меняться. Это все как бы пофигу, то, что они остались. Но вот такой объем. Видите, насколько выелось? Там аж даже вон маркировка впечаталась в непосредственно подошву. Ну и вот такими вот нехитрыми движениями, вот такой вот нехитрой насадочкой для ногтей. Она мягкая достаточно. Все это дело снимается. Божественный результат. Как можете заметить, прям просто зеркало. Оно причем даже ровненькое. То есть прям, слушай, блин, нормально, нормально получилось. Что ж, на выходе мы в суперпозиционе 8К имеем вот такие вот показатели. 60 градусов, можно сказать. Ну ладно, 61. Собственно, вот она наша малютка. Уже отшлифованная, обслуженная. Все как бы завод. Ходспот еще показали. Ходспот 76. Да холоднее вообще не бывало 1080i. Она при этом еще и работает. Как она дожила до наших дней с таким сохранным хрен его знает. Получается, что гигабайт делает вещи? Получается, это лучшая видеокарта. И я их зря хайл. Хайл все это время. Крайне мной нелюбимая, пожалуй, видеокарта. Точнее, версия 3080. Я про нее как-то снимал видос. И она прям, ну, максимально плоха. Но как же ее сделать еще хуже, спросите вы меня. А вот примерно таким вот образом у предыдущих мастеров не было нужного размера дросселя. Я уж не знаю, как такое могло вообще, в принципе, произойти. Что у дросселя не было нужного размера. Что они хотя бы перемычку не кинули. Я не знаю, вместо него или предохранитель. Какой-нибудь низкопрофильный. Но в результате они решили, что проще выпилить кусок с ялуминового бэкплейта. И вхерачить таким образом. Ну, кринжа панорама, да и только. Чего-чего? Чего еще раз? Ну, все мертво. Все мертво вообще? Да. Так, 1.8 в говне. Пекс. Пекс. Ой, я такой что-то первый... Может, блядь, себе ГПУ жареный? Да, может быть, он на шарах слипшийся и память то же самое. Ну, что-то все в КЗ. Я что-то такое нечасто встречал. Подожди, а тут память-то хоть есть? Заглушки, честно. Короче, пацаны, пришла к нам вот такая вот интересная карточка. Вы сейчас лицезрели сами. Просто буквально на ваших глазах ее диагностика произошла. Клиент купил 3090 с Авито. Сейчас, подожди, я попробую вот так вот заснять, чтобы не спалить ничего. Вот примерно сейчас переписка с клиентом. Ну, хоть клиент тоже поржал, но это главное, кстати. Хорошее настроение, чтобы было. Так, рассказывай. Клиент купил с Авито 3090. Видимо, доставка и все прочее. Подозрение было уже на тот момент, когда карту только достали. Потому что это оказалось не 3090, чипов нет с задней стороны. Посмотрели, это оказалось 3070. К стране, если он доставка и запчел, он не отказался. Ну, видимо, не разбирается что-то. Блин, ну я для кого ролики снимаю, что наеб, на наебе, наебом погоняет. Ну, в конце концов, ну вот, ну, чуваки, если видите такую картину, все, не берем, все, все, как бы... Может быть, он рассчитывал, что там 3090 Ti будет? Вдруг продавец там ошибся, да. Это было бы, конечно, феерично. Ну, по итогу у нас имеется 3070 Ti пробито во все стороны. И, собственно, клиент попал на бабки, и чинить ее смысла, я думаю, нет никакого. Потому что, скорее всего, это, опять же, через какого-нибудь авториза или откуда-то свистнуто. Ну, в общем, вот как-то так. Мне просто понравилось, что 3080 хотя бы, может быть. Типа, пацаны, если она не 3090, может, 3080 хотя бы. Да, по итогу, ну, очередной случай мошенничества на Авито, когда человек, вроде бы даже как нас смотрит, да, ну, типа, попался на такую вот удочку мошенников. Что ж, Артем, давай начнем, наверное. Привет. Да, хочется вспомнить одну недавнюю у нас ситуацию с заказчиком, который сказал очень такую странную формулировку, я даже в телегу это скидывал, который нам сказал, мне вот нужна сборка, мне вас посоветовали, но, пожалуйста, без цен. Вот, чтобы была цена-качество. И помнишь, мы у него еще спрашивали, ну, хорошо, бюджет там назовите, там, ну, на что нам хотя бы ориентируют, понимаешь? Ну, чуть наоборот, то, что, ну, там, за пол мульта условно я могу собрать, типа, напихать все самое топовое и все прочее. А мне нужна цена-качество. Да-да-да, было такое то, что еще много шумихи поднялось. Да, мы немножечко просто были раздосадованы, но, как бы, вот, подобные подсъемы, они как раз и созданы для, наверное, страждущих, которым интересна именно сборка, готовая, чтобы мы собрали как раз за цену-качество. Начнем с беленького, собственно, это у нас корпус Лионли Ланкул 205М, дипкуловская водяночка, дипкуловский блок питания DQ750 кванта 4070 и на 3D, сим-групповская память Эксперт 32 гигага DDR5 и камушек у нас 7500F. Все беленькое, бюджет здесь ориентировочно где-то 150-160 тысяч рублей, две SSD-шки на HP FX900 Pro на 500 и на терабайтник. Я бы даже сказал, что подобные сборки у нас были уже не раз, и они, как бы, ну, наверное, действительно, вот, как раз про цена-качество, что все и симпатично, и красиво, и, ну, вот, скажи вообще, на самом деле, насколько здесь переплата за белая, так скажем, присутствует? За белая? Вообще нет, на самом деле, за белые переплаты, потому что это 4070 именно вот и на 3D-шное. Есть черный вариант, и черный вариант вроде как даже дороже стоил. Вот, наверное, просто работает лучше. Следующий это уже Deepcool новый корпус CH360. Черненький, у него 340-ки на вдув, одна на выдув. Также стоит водяночка точно такая же Deepcool на 240. Но здесь у нас стоит также Ryzen, только уже 7700, 7700X. Также T-Crate-овская оперативочка 2P16, 32 гигабайта DDR5 на 6000. И самое новенькое из поступлений – это видеокарточка 4070i Super непосредственно от Palito. Бюджет сборки обошелся где-то примерно в 250 тысяч рублей, где-то там плюс-минус. Я пока что еще не делал эти обзорчики про супер-версии. Вообще, вот что ты сейчас, пощупав уже в ручках, можешь сказать? Насколько имеет смысл вся эта затея с супер-версиями? Ну, и супер-версии интересно только рассматривать разве что. 4070i Super, вот как раз это исполнение. И, наверное, просто 4070 Super. Кто такой? Блядь, да вы нахуй издеваетесь! Ну, слушай, с учетом цены, по рекомендованной цене, за которую они выходят, у нас, получается, 4070ti стоило ориентировочно приблизительно 100 тысяч рублей, но там в зависимости от исполнения. 4070ti Super сейчас также начинается примерно 100 тысяч рублей, это минималка. Вот, то есть это, ну, вполне себе. А так, ну, если мы, опять же, рассматриваем 4070i Super, чип от 4080, столько же гигов памяти, но чуть замедленнее. При этом у них разница по производительности, там, что-то в максимум 5%. То есть, по сути, урезанная 4080, но больше памяти. Плайн вместе с зеленкой перемешиваем, не знаю, хуя только. Слушай, да, действительно, блядь, ну, что-то... Чем дольше я смотрю на эту карту, тем, как бы, больше, мне кажется, что это попадало на бабки. Короче, пришел вот такой вот прекрасный ноутбук, вот такой вот здоровый, гигантский, с MXM, все, как вы любите, с десктопным процессором. На нем заменили видеопамять на ноутбучном видоке на 2-гиговый чипы K4ZAF, собственно, на 614-е. И что-то она артефакчит. ГПУ здесь тоже прогрели, ну, само собой, как говорится. Видимо, IQ предыдущих ремонтников хватило только на то, чтобы память посадить на, не знаю, какие 035-е шары. Я думаю, видно, что она просто... Чип, он на пузе сидит, фактически, весь залитый флюсом. Но это еще не все. То есть, по итогу у нас есть прогретый ГПУ, прогретый комплект видеопамяти, 2-гиговый чипы, страпы подвинули, ошибки по одному всего лишь чипу памяти. Но все это по-хорошему надо перереболивать, очищать и смотреть. Но дальше, при рассмотрении, мы встретили, что здесь паяны все танталы. При этом почему-то... Вот, кстати, ты видишь, что здесь между танталами еще и зеленка залита? То есть, видимо, чтобы не смыкались, что ли? Ну, видимо, их, потому что феном запаивали, скорее всего, сверху. И чтобы они не съехали, их закрепили зеленкой, а потом феном запаяли. Сука! Бл***ь! Вся обвязка везде паяная. То есть, типа, вот в районе вольт-монитора, по крайней мере, я вижу шум-то, и почему-то тоже зеленка. Господи, что за какой-то кринж, я не знаю. Но это просто... Такого даже в десктопах я, кстати, еще не встречал, чтобы настолько все в плохом состоянии было. И вот теперь вопрос. Вот как это чинить? Ну, мы устраним заявленную неисправность. Но у Сани, допустим, сейчас возникли здесь мысли, что типа, а что, если питальник видеопамяти здесь сейчас бахнет? Потому что, ну, понятно, что нагружать такую видеокарточку после такого экспериментального ремонта, я думаю, вряд ли кто-то решался. Потому что, как минимум, 43-я ошибка. И теперь, судя по всему, эта задача ляжет на наши плечи. И в случае пробития, то это, собственно, будет джиджиз. У меня, безусловно, еще, кстати, сейчас надо будет у клиента спросить, почему он не обратился все-таки в тот сервис, где ему это все делали. Непонятно. Вот. Как минимум, с трапа подвинуть они умудрились. Но, как максимум, вот такой вот апгрейд, как порой, казалось бы, простейшая операция, может привести к очень печальным последствиям в плане состояния. Да. Тут еще, если посмотреть, я думаю, видно, вся, ну, как бы, плата дугой, по сути своей. Кстати, немножко раз мы говорим сейчас про апгрейды. Периодически нам как раз звонят, спрашивают, там, 2000-3000 линейку NVIDIA можно грейдить на 2-гиговую HP памяти, увеличить, по сути, в два раза. Но мы, допустим, такую тему все делаем без гарантии, потому что спрогнозировать, так как у Сани вот как раз-таки еще был, помнишь, в случае, да, еще давным-давно. Саня, расскажи нам эту прекрасную... Я на HP Victus, по-моему, на 30-50, что ли, до 8 гигов вроде ее. И, короче, все вроде было хорошо, с трапа я там подвинул, все нормально, но у человека начались проблемы там, где их никто не ждал. Мы во всех, там, играх проверили, там, в мосте все четко, но у Челла была бот-ферма на Diablo 1, по-моему, и почему-то по какой-то причине, когда несколько окон Diablo 1 открываешь, они все крашились. И, ну, типа, казалось бы, бред какой-то, наверное, в игре проблема, но я проверил, если вернуть страпы на гиговую чипы, все начинает работать. И чипы перепроверили, там, все, ну, реально какой-то косяк, видимо, не знаю, то ли, может, игра не распознает, типа, такое... Либо видеобиос, да, там, именно блок с трапами некорректно был прошит, но, короче, там реально были проблемы, именно в старых играх, почему-то, на вот Директе 9, и пришлось вертать все взад за ноль. То есть время там было потрачено, наверное, недели две на этот поиск этой странной неисправности, и, короче, там был лютый геморрой, пришлось все бесплатно вернуть в ноль, как было, то есть куча работы была проделана, ну, за бессмотрю. Ну, короче, все это печально для нас закончилось. Да, поэтому тут с гарантией именно такой вид работы, то есть, по сути, совместимо зависит от самого Nvidia, добавили они, насколько корректно, все инфу в драйвера, в видеобиос, который там залит, мы тут это гарантировать не можем. Настал тот момент, когда у нас уже пошли плойки в ремонт, так скажем, вот сейчас будем разбираться, почему вот эта малютка не включается, но предварительно сейчас скрыв, мы наслышаны о том, какое количество жидкого металла льет Sony в свои плойки, но, если честно, я даже сильно удивлен, как бы, что здесь... Я думал до этого, что Asus еще много наливают, но нет, здесь прям целое болото этого жидкого металла, ну, и в попытках это все дело как-то собрать, здесь еще не менее, так скажем, монструозные системы защиты от протечки, то есть, это прям, ну, гигантская какая-то такая прокладочка, которая это все дело защищает. Ну, сейчас мы сначала, как говорится, по традиции сначала к мосту сбросим, да, к батареечку вытащили, посмотрим, вдруг этого хватит, если нет, то будем сидеть и познавать, что же здесь за проблемы. Короче, с плойкой все оказалось достаточно просто и сложно одновременно, здесь просто бахнул вот этот ключ, в данном случае он транзистор, где он у нас здесь стоит, я уже выпаял его, вот здесь вот, как раз-таки, и причем бахнул он так, что его просто раскололо. Судя по, так скажем, комментариям у меня в телеге, опять же, заходите, подписывайтесь, я там Сони Водов, так сказать, спросил, они говорят, что это частая проблема, ну, относительно, и Шимка Дежурка, скорее всего, тоже умерла, и, возможно, даже что-то еще выше было, поэтому сейчас мы здесь думаем на предмет того, а не проще ли целиком блок питания этот заменить, и, собственно, на этом все. Что ж, у нас здесь достаточно интересный заказ с пометкой, что это может быть подстава или что-то типа того, так как принимал данный аппарат Эльдус, он заодно сейчас как раз-таки нам и подрасскажет, что же здесь было, да как. Так, днище мы сейчас уже сняли, на дне никаких, собственно, опознавательных пломб и прочего нету, а вот внутри, как раз-таки, как можете видеть, написано АСЦ Москва, причем, это старые пломбы, кстати говоря, у них сейчас вроде бы уже новые обклеили, и тут, и там, короче, ну, ХЗ. Ильдус, давай рассказывай, что там было. Ну, клиент пришел недовольный из-за СЦ, так как говорили, что вот, вернулся от них, снял поддон и хотел поставить СЗ-шечку. По итогу увидел, что жидкие прокладки они не поменяли, хотя он их просил сделать это пять раз на приемке, как он выразился. Вот, после того, как ему позвонили, он спросил, поменяли ли они прокладки, они сказали, да, поменяли. По итогу он его вскрывает, смотрит, прокладки не поменяли. Вот, он говорит, что он фоткал до, как это все было, и у него был именно тот же самый прижим. Так же все было выдавлено, да. И, то есть, он на этот момент обратил внимание именно. Да, это все по истории клиента, но он говорит, что после четырех походов больше ходить туда не хочет. Вот, он сказал, что это нечеловеческое отношение, все дела, и... Ну, прокладки, по крайней мере, да, оригинальные, их, скорее всего, даже не меняли, потому что, судя по их состоянию, они высохли уже достаточно давно. Да, МХ-4. Ну, либо МХ-4, либо что-то подобное, да, на термухе. Ну, как бы, вот, да. Да, 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 кстати, вот, смотри, здесь даже оригинальное нанесение заводское, когда на охладе именно распределяют, поэтому вот. Интересно, сколько у него еще бабло за это собрали. Ну, естественно, мы сейчас здесь лаир бахнем, фазовый переход бахнем. Блин, кому? Ну, здесь-то, вот, что-что, но это совсем легкий аппарат для обслуживания. Так, дай сюда микрофон. Это уж совсем легкий аппарат для обслуживания. Здесь-то все, на все, вот, четыре чипа памяти на ВРМ мальца капнуть. Здесь-здесь фазовый, сюда, здесь, ну, блин, не знаю, 30 минут работы. Странно, опять же, что, да, они как-то так на пофиг к этому отнеслись, и обслуживание best in the best получилось. Скажи хоть слово, я выйду, не знаю, как зло, беречь живот. Вечная нелепая зоя, да, позвольте просто любить тебя. Сезон дождей давно прошел, а мне бы сейчас поморосить. И за обеденным столом я нервы натяну за ней. Вечное слово, ночь полвторого, я уязвим. Тяга и дым, плевать на погоду, я не дотрога в замерзшем пруду неподалеку. В общем, ну, это обслужили, и сейчас уже можно сравнить то, что было до, то, что там троттлинг сразу в 95 градусов и все в этом духе. Ну, и, собственно, это до разборки и после непосредственно. То есть видно, что троттлинга у нас нету. То есть как минимум и график ровный достаточно. Сейчас уже до, там, 75-80 где-то это все дело прогрелось. Опять же, в тех же условиях. Просто я через AIDA начал смотреть, потому что там сразу можно видеть именно момент с троттлингом. Ну, в оси сети все плюс-минус похожим образом, что все перегревается. Мы уточнили у клиента, и этот конкретный аппарат обслуживался где-то в районе года назад за 5000 рублей. И это уже далеко не первая ситуация, когда за пятерку там просто мазают мальца от рампасты, и на этом, собственно, все. До скорых встреч. Пока.